Грамоты от правительства получили студенты медицинского университета и бойцы студотрядов. Они помогали справиться с толпой южноуральцев, которые хотели срочно получить QR-код. В ноябре возле Дворца спорта «Юность» регулярно собирались гигантские очереди. Внутри толкучка возле стоек регистрации и регулярные скандалы. Столько людей в одно время и в одном месте. Потому что сейчас вакцина – это актуально, и все ринулись просто с 8 утра и до 10 вечера. Некоторые люди, да, конечно, конфликтовали. Кому-то нужна была одна вакцина, и на другие они не соглашались. Но мы им объясняли и разрешали конфликты мирно. Тинейджеры объясняли, почему колодцы жителям все равно придется спутникам ВИ. Несмотря на все рассказы чиновников о достаточном количестве вакцины и о возможности выбора. Кроме того, волонтеры измеряли температуру у входящих и помогали оформить добровольное согласие на укол. В выходные, вечерами, в праздники посвятили себя волонтерской деятельности. На самом деле маршрутизировали потоки, осуществляли термометрию, подсказывали и заполняли документы. Это неоценимая поддержка и помощь более 50 тысячам наших жителей. Работали волонтеры в две смены, всего больше 200 человек. И работа многих добровольцев продолжается до сих пор. Наставники будущих медиков рассказывают, что труд в стрессовых условиях имеет свои плюсы. Он поможет студентам стать настоящими врачами. И вы большое дело сделали, объективно. Но сегодня день студенчества, Татьяне день. Вот, поэтому я думаю, что выйдете и найдете способ попраздновать, повеселиться. Маски тому не помеха. Кстати, студенты Челябинской области и сами оказались в лидерах по вакцинации. Сейчас привито больше 80% учеников вузов и около 60% учащихся в техникумах и колледжах. На днях стартует и прививочная кампания для школьников. Детская вакцина «Спутник М» уже в регионе. Иван Абросимов, Азиз Хаджиев, 31 канал.